Избирательный участок номер 607 открылся, как и положено, ровно в 8 утра. Через час количество желающих отдать свой голос за кандидата на пост главы Владивостока заметно увеличилось. Елена голосует впервые в этом году, где ей исполнилось 18 лет. Надо, потому что это всё-таки твой голос и по-другому никак. Надо отдавать государству свой какой-то знак уважения хотя бы. Для удобства местных жителей Первомайского района избирательный участок организовали на первом этаже школы номер 65. Здесь ждут более 2000 людей. Исторически так сложилось на нашем участке, что явка у нас одна из наиболее больших. То есть активность избирателей в сравнении с другими периодами всегда больше, чем на других избирательных участках. Проголосовал здесь и один из кандидатов на должность главы Владивостока, депутат Думы города от «Справедливой России» Александр Юртаев. Говорит, обогнать 9 конкурентов ему под силу. Достаточно высоко я оцениваю свои шансы. У меня была достаточно красивая, неординарная и не похожая ни на таких нормальная предвыборная программа и предвыборная компания. Поэтому я полагаю, что многое то, что я предложил, и даже на самом высоком уровне, вы знаете, оно уже востребовано. Впереди подсчеты голосов. Первые предварительные результаты выборов во Владивостоке будут известны уже к утру понедельника. Инна Гончарова, Александр Каноненко, «Панорама». Продолжение следует...